Цена Великой Победы очень высока и есть в ней огромный вклад ленинградцев, которые выстояли во время блокады продолжавшиеся почти 900 дней. Именно 27 января в далеком 1944 году над городом Наневе прогремел праздничный салют в честь освобождения. И потому всероссийская патриотическая акция «Блокадный хлеб» начинается в этот памятный день. Славянцы приняли в ней самое активное участие. В всероссийской акции «Блокадный хлеб» присоединился наш муниципалитет. Символ мужества и стойкости ленинградцев – кусочек хлеба, который ежедневно выдавался жителям осажденного города. Завтрак, обед и ужин на одной ладони – это всего 125 граммов хлеба, суточный рацион блокадников Ленинграда. Это была минимальная норма выдачи хлеба на человека в день, и этот хлеб давал надежду на выживание. О подвиге жителей осажденного города в годы Великой Отечественной войны вспоминают в Славянске-на-Кубани. Акция «Блокадный хлеб» стала уже традиционной. В акции принимают участие студенты, учащиеся, рабочая молодежь. Важность этой акции, сложно, наверное, недооценивать. Оценивать молодежь, люди пожилого возраста, подходят, интересуются. Очень отрадно, что студенты заинтересованы в этой акции, им интересно узнавать что-то новое, им интересно рассказывать своим сверстникам и старшему поколению какие-то факты о блокаде. В патриотической акции активно участвуют волонтеры из числа студентов славянских техникумов и филиала Кубанского государственного университета, а также школьников. Для них большая честь почтить память мирных жителей Ленинграда, которые, будучи окруженными и отрезанными от большой земли, боролись за жизнь и свободу. Акция «Блокадный хлеб» в первую очередь для того, чтобы напомнить жителям и молодежи о тех временах, о той блокаде страшной, которая происходила в годы Великой Отечественной войны. И все-таки помнить и чтить подвиг нашего народа, который защищал Родину. Для меня большая честь принимать участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб». Сегодня мы чтим память и подвиг всех тех, кто ценой своей жизни защищал Ленинград, а также всех людей, которые в нем жили и работали. Они принимали активное участие непосредственно в боевых действиях и защищали свой родной город. Они смогли выстоять. Пункты раздачи блокадного хлеба размещались в поселке Кубриз, в парке имени Григория Пономаренко и около магазина «Максим», а также в сельских поселениях района. Всем славянцам волонтеры вручали кусочек черного хлеба, как символ памяти о подвиге ленинградцев. 77 лет прошло со дня снятия блокады. Мы не вправе забывать о том, как выстоял Ленинград в окружении немецко-фашистских войск, как он боролся с жестоким врагом. И славянцы, принявшие участие в акции, благодарны за то, что им еще раз напомнили об этом нестареющем подвиге. Очень рада, что молодежь не забывает этот блокадный день, нашу войну Великой Отечественную. Я очень рада. И пусть помнят, всегда помнят, потому что у меня отец воевал на Волховском фронте. Это подвиг, это большой подвиг для людей, для всех нас, для молодежи. Это тот момент, которым надо гордиться, это тот момент, ради которого надо всем нам жить, стараться и охранять свою родину, так как мы охраняли ее когда-то. Славянцы, увидев волонтеров, раздающих листовки и 125 граммов черного хлеба, как правило, не проходят мимо, принимая участие в этой благородной акции, посвященной героизму и самоотверженности блокадников. Мы должны помнить погибших во время блокады. Они погибли за Россию, за всех нас, чтобы сегодня мы могли жить под мирным небом и радоваться жизни. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова